С 1 января у бездействующих индивидуальных предпринимателей появится новое обязательство по предоставлению новой налоговой отчетности по всеобщему декларированию. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов. Что значит нововведение? Какие действия должны предпринять индивидуальные предприниматели и почему? Расскажем в этом выпуске программы «Личные финансы». С 1 января 2024 года у бездействующих индивидуальных предпринимателей возникает обязательство по представлению новой налоговой отчетности по всеобщему декларированию. Об этом заявили в Комитете государственных доходов Министерства финансов нашей страны. Это связано с тем, что с 1 января следующего года вводится третий этап всеобщего декларирования в Казахстане. Декларацию об активах и обязательствах форма 250 обязаны представлять руководители, учредители или участники юридических лиц и индивидуальные предприниматели, а также их супруги. Новое правило касается и тех ИП, кто имеет статус бездействующий. Несмотря на отсутствие фактической деятельности, им и их супругам также придется сдавать налоговую отчетность по всеобщему декларированию. Связано это с тем, что декларированию подлежат все ИП, которые зарегистрированы в базе Комитета государственных доходов Министерства финансов по состоянию на 1 января 2024 года, вне зависимости от того, действующие они или бездействующие. На текущий момент в Казахстане признаны бездействующими 27954 ИП. Всем из них и их супругам придется сдать декларацию формы 250. Избежать этой обязанности, а точнее отложить ее на год, можно в случае, если ИП будет ликвидировано до конца 2023 года. В противном случае отчетности не избежать. Таким образом, если вы не осуществляете, либо приостановили предпринимательскую деятельность, то эксперты рекомендуют в этом случае подать налоговое заявление о прекращении деятельности в орган государственных доходов. Сделать это нужно по месту нахождения юридического лица или индивидуального предпринимателя. Проверить, не является ли ваше ИП бездействующим, можно на портале Комитета госдоходов Министерства финансов. На сайте www.kgd.gov.kz в меню «Электронные сервисы» нужно смотреть в разделе «Поиск неблагонадежных налогоплательщиков» и далее «Список налогоплательщиков, признанных бездействующими». Также налоговое направляет куш-уведомления через мобильные приложения банка второго уровня о нахождении ИП в списке бездействующих. Если вы нашли себя в списке и не собираетесь вести деятельность, то можете обратиться в Управление государственных доходов по месту жительства для закрытия ИП в упрощенном порядке. Если вы уже не являетесь руководителем юридического лица, но не изменили регистрационные данные юридического лица, вы можете откорректировать данные путем подачи уведомлений на веб-портале www.egov.kz. Если вы попадаете в список тех, кому необходимо представить декларацию, то форма 250-я представляется в органы государственных доходов срок не позднее 15 июля на бумажном носителе. 15 сентября в электронном виде с помощью веб-приложения «Кабинет налогоплательщика» или мобильных приложений «Исалы Казамат» и «Егоф Мобайл». В первоначальной декларации отражаются доли участия в уставном капитале юридического лица, инвестиционное золото, ценные бумаги, а также наличные деньги. После этого ежегодно нужно подавать декларацию о доходах и имуществе. С ее помощью государственные органы мониторят данные о доходах и имуществе, полученных за отчетный период. То есть этот вариант декларации о доходах нужно будет подавать каждый год. В декларации должны быть отражены сведения о доходах и имуществе, находящихся и полученных как на территории Казахстана, так и за границей. На первом этапе с 1 января 2021 года декларацию сдавали государственные служащие и их супруги, а также лица, приравненные к ним и их супругам. На втором этапе с 1 января 2023 года доходы начали декларировать работники государственных предприятий, включая сферу образования, здравоохранения, культуры, спорта, а также их супруги. На третьем – предприниматели, учредители компаний. На завершающем, четвертом этапе с 1 января 2025 года декларацию будут сдавать оставшиеся категории населения. Субтитры создавал DimaTorzok